Госкомитет Республики по строительству и архитектуре подвел итоги за год и поделился планами на 2019 год. Удастся ли в новом году окончательно решить вопрос с дольщиками, что ждать от реновации и сколько социальных объектов построят в Республике? Главный вопрос, который обсудили на встрече, это обманутые дольщики. Как решить уже существующие проблемы и как сбежать их в будущем, рассказал заместитель председателя Госкомстроя Республики Артем Ковшов. Во всяком случае, чтобы не допустить будущих проблем, уже приняты ряд основательных и требовательных законов, которые ограничивают с 1 июля такое понятие, как долевое строительство. И этот закон направлен, чтобы впредь рынок превратить в более цивилизованный, когда застройщики все-таки будут строить с участием банков, деньги дольщиков будут застрахованы банками, застрахованы агентства по страхованию вкладов, то есть деньги за дольщиков будут трижды застрахованы фактически. Артем Ковшов отметил, что единой схемы решения проблем дольщиков не существует, и каждой ситуации следует подходить отдельно. Когда мы говорим о существующих уже проблемах, сейчас наша задача не допустить появления дополнительных объектов и начинать минимизировать. Я сегодня уже озвучил, что у нас пошла тенденция по снижению количества проблемных объектов, которые официально признаны проблемами, если было 95, сейчас их 89. Единой таблетки по решению нету, и надо рассматривать вопрос уникальный. Где-то нужно просто помочь застройщику в той или иной мере с документацией, с инженерными сетями, с соцобъектами, а где-то нужно в рамках уже банкротства уже в принципе вычищать это предприятие, забирать его другому застройщику или государству и достраивать. Затронули и тему реновации в регионах. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, но уже весной его должны принять. Ну, реновация подразумевает два понятия. Это снос морально устаревших объектов, либо реконструкция этих объектов. Учитывая все-таки среднюю стоимость квадратного метра по городу Уфе, которая не превышает 55-58 тысяч рублей, мы понимаем, что реновация заработает только в рамках сноса, потому что реконструкция еще будет дороже себестоимости. Под программу в Уфе попадут два района – это Черниковка и Затон. В 2019 году будет разработан план реновации, и параллельно будет вестись работа с местными жителями. Чиновник сказал, что если люди не захотят переезжать из своих домов, то никакого сноса не будет. Весной этого года, как только будет принят федеральный закон, мы сразу будем запускать свою региональную нормативку, и после этого начнем. То есть мы планируем к концу следующего года уже опубличить конкретно квартала и начать работу непосредственно с гражданами, потому что если не будет согласия граждан, соответственно, не будет проекта. Также Артем Ковшов не исключил возможности, что в будущем под реновацию попадет исторический центр Уфы. По его мнению, центр города необходимо приводить в порядок. Мы должны сохранять память наших предков, мы должны сохранять эти старые объекты. На самом деле тут попалка в двух концах исторический объект, историческому объекту рознь. Есть объекты, которые очень жалко, что в свое время они были снесены, и смотришь на восстановленные объекты и понимаешь, что это уже не то. Но есть примеры другие, когда объект считается историческим, когда начинаешь анализировать, понимаешь, что от исторического объекта со времен, когда его построили, И осталось-то там один кирпичик, условно, я говорю, но этого не будет. Но надо взвешенно подходить. Также Артем Ковшов отметил, что к обустройству комфортной городской среды необходимо привлекать талантливую молодежь, которая разбирается в этой области. Мы, как называемые, государственные служащие, учитывая специфику работы уже, какой-то совсем даже замыленный взгляд, поэтому надо привлекать, говорю еще раз, общественную молодежь, которая с чистой головой, с чистыми идеями, иногда предлагает такие вещи, которые на самом деле. Ты сидишь и думаешь, вот ты 6 лет учился, 10 лет работаешь, а ты до этого не додумался. Артем Ковшов отметил, что сейчас нет нормальных муниципальных архитекторов и необходимо реанимировать эту профессию. Также заместитель председателя Госкомстроя Республики рассказал, что в этом году в Республике построено более 20 социальных объектов, а в следующем планируется возвести 73 объекта.